Несколько часов назад в Центральном суде Челябинска оглашен приговор по делу проткорпорации. Все обвиняемые лишены свободы. Гражданин Азербайджана Этимат Исмаилов по статье «Мошенничество» получил 8 лет, Абаз Джафаров по той же статье 5 лет. Владимир Гузов, 9, бывшего директора проткорпорации Владимира Шваченко приговорили к 3,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Шваченко взяли под арест прямо в зале суда. Кроме того, обвиняемые должны вернуть государству более 200 миллионов рублей. Вопрос причастности бывшего вице-губернатора Косилова к хищению бюджетных денег будет рассмотрен дополнительно. Обратить внимание директора ФСБ России на выявленные судом нарушения закона должностными лицами у ФСБ России по Челябинску область, требующие принятия необходимых мер по обнаружению похищенных денежных средств и привлечения к ответственности лиц, причастных к присвоению похищенного. Определение подлежит незамедлительному рассмотрению. И результат их рассмотрения не позднее, чем в месячный срок с момента его получения належит известить в суд. По стороне защиты есть документы, подтверждающие, что ФСБ сфабриковало расследование данного уголовного дела. Я уверен, что оно было сфабриковано по указанию зам начальника ФСБ Рябченко в интересах для того, чтобы прикрыть деятельность Андрея Косилова, бывшего вице-губернатора. Если суд усомнился в достоверности следствия, нельзя выносить приговор. Это дикость, это абсолютно неправое решение.